Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. На встречу с поэтом из Одессы ЕС Соя приглашает библиотека БУК. Евгений Соя феномен крайне неоднозначный, до конца не понятый, популярный и немного заоблачный. Он мягко обаятельный и опасен, впрочем, как и все одесситы. Все его стихи о любви, и он этим гордится. Начало в 18.30, вход свободный. Показ «Арт энд фэшн» в русском модном шоу известного дизайнера Алены Миланской состоится в Большом Гуме на территории пространства дизайнер Стаун Вэл. Это прикосновение к великому русскому искусству через моду. 15 дизайнеров представят одежду и аксессуары к свитшотам с репродукциями русских и приморских художников из фонда в картинной галереи. Начало в 19.00, стоимость билета в 600 рублей. Турнир по пляжному волейболу «Пасифик Волей Оупен 2018» пройдет с 7 по 9 сентября на пляжных кортах по улице Олега Кашевого, 26. Участие в нем примут сильнейшие мужские и женские команды Дальнего Востока. Спортсмены разыграют между собой призовой фонд и специальные подарки лично от мастера спорта России Вячеслава Красильникова. Начало в 18.30, вход свободный. Персональная фотовыставка Дмитрия Старицына «Гонконг. Попытка памяти» открыта в музейно-выставочном комплексе в ГОЭС. В экспозиции представлены две серии пленочных фотографий автора, созданных им во время прохождения стажировки в Университете Гонконга в 2017 году. Дмитрий Старицын – выпускник Восточного института ДВФУ «Китай-вет», путешественник. В Университете Гонконга изучал современный мировой кинематограф и медиа. Вход на выставку свободный. Театр молодежи приглашает на феерию в двух действиях «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Это своеобразный гимн мечте, всеобъемлющий любви и прощению. Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. На эстрадный концерт «В ритмах любви» приглашает в Приморская филармония. В программе прозвучат песни Игоря Крутого, Вячеслава Добрынина, Раймонда Пауса, Елены Ваинги и других известных композиторов в исполнении артиста филармонии. Начало в 18.00, стоимость билетов 500 рублей. Седьмой этап РДС Гран-при 2018 состоится на Приморском кольце 8 и 9 сентября. Это главные соревнования страны по дрифту. Именно в дрифте зрители получают самые сильные впечатления, потому что заезды происходят непосредственно перед трибунами. Организаторы собрали лучших пилотов, самые мощные и яркие спортивные автомобили. Начало в 10.30, стоимость билетов от 500 до 2000 рублей. На мастер-класс «Токелажное дело» детей от 8 до 12 лет приглашает Центр мореход в МГУ имени адмирала Геннадия Невельского. Программа познакомит с первыми навыками морского дела. Ребят научат вязать морские узлы и собирать автомат Калашникова. Начало в 10.00, стоимость участия 250 рублей. Открытая тренировка по бегу состоится в спорткомплексе «Молодежный». Начало в 10.00, вход свободный. Всероссийский фестиваль «Красок» состоится в парке Минного городка. На сцене главного красочного события года выступят лучшие кавер-группы Владивостока, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из хитов последних лет. Будут открыты отдельные зоны развлечений на любой вкус, где можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть. А вечером с наступлением темноты гостей ждет зрелищное шоу – запуск водных фонариков. Начало в 14.00, вход свободный. На моноспектакль «Таджик» в первую гимназию приглашает театр Андрея Нартова. Зрителей ждет откровенный разговор о судьбе и жизни главного героя постановки. Начало в 18.30, стоимость билета в 400 рублей. Группа «Иванушки Интернешнл» выступит на сцене «Сан Рэма Холл». Артисты исполнят не только новые песни, но и любимые хиты поклонников. Начало в 19.00, стоимость билетов от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. «Иллюзион-парк» приглашает гостей на празднование второго дня рождения. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, конкурсы, призы и подарки. Начало в 13.00, вход свободный. Пока на этом все, хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова